То, что вы сейчас видите, это кадры из фильма «Подводный мир Мельбурна». В частности, вы видите синекольчатого осьминога. При весе менее 100 грамм, силы его яда достаточны, чтобы убить человека. Я уже знал о его существовании, когда волной в меня швырнуло нечто синее, беспозвоночное, с щупальцами. И мне стало очень больно. Как вы думаете, что я подумал? У меня было основание считать, что я умираю. К счастью, это была всего лишь медуза синяя бутылка, столкновение с которой оказалось не смертельным, но крайне болезненным. Я тут припомнил свои случаи столкновения с живой природой в районе Мельбурна, и я не согласен с мнением, что для жителей Мельбурна дикая природа безопасна. Эту фотографию я сделал пару лет назад, когда приготовился не глядя, а вкушать виноград, развлекаясь просмотром очередного движения. И вдруг внутренний голос предупредил меня об опасности. Когда я обратил внимание на гроздь винограда, купленного в местном сетевом супермаркете типа «Ктерышки», я обнаружил ядовитого Редбека. К счастью, мне удалось избежать, испытать на себе силу его яда, но прошу заметить, как близок я был к потенциальной опасности. Я не любитель купаться в бассейне, я люблю природные водоемы, но каждый раз, когда я в них захожу, я немного побаиваюсь. Я неплохо плаваю, но не заблываю за быки, не потому что не хватит сил доплыть обратно, а просто не хочу быть съеденным. И пусть у нас нет крокодилов, акул не часто видят в наших ходах, нападение акул на людей случается крайне редко, я не спорю. Ну давайте так поставим вопрос. Какова вероятность того, что вас убьет дерево? Что за дурацкий вопрос, скажете вы? Однако в прошлую пятницу местные новости сообщали о трех случаях смерти от упавших от сильного ветра деревьев. В случае с акулой, пусть статистико не выглядит страшной, но если бы мне, скажем, нужно было совершить преступление, я бы предпочел совершить его там, где полиция чаще его ловит, но наказание они сильно суровое. Чем там, где ловят редко, но уж если поймают, то оторвут руки. То есть акула, как хищник, способный порвать меня, не выходит у меня из головы, даже при том, что вероятность встреч с ней невелика. Но зато с птицами все совершенно наоборот. Они по весне регулярно сходят с ума. Я в районе сентября прошлого года отдал свою машину в сервис и возвращался на велосипеде, потому что пешком далеко, а велосипед помещается в машину. И вот я еду в парковой зоне, ничто не предвещает беды, как вдруг меня пронзает острая боль. А это желторотик спикировал на меня и провернул свой клюв в моей щеке. Главное, я нашел правильное место, потому что я ехал в шлеме, как надо. Не помогло. Этот гад пошел на второй заход и добил меня. Короче, я потом выглядел как-то вот так. Да, если вы не умрете от сопутствующего заражения, или если не свернете себе шею от неудачного падения с велосипеда, вызванного неожиданностью нападения, то птиц смертельно опасными назвать можно едва ли. Зато есть реальная и высокая вероятность пострадать от них. Особенно если вы любите покататься на велосипеде в парковой зоне весной. А с вами случилось нечто подобное? Оставляйте свои комментарии, ставьте лайк, если понравилось видео, подписывайтесь на канал, если еще не подписались. С вами был Вадим Ростов на канале Озик. Сроки выхода и тема следующего видео зависят от вашей реакции, активности на моем канале. До новых встреч!